Мир не без добрых людей. Накануне, когда я возвращалась домой после рабочего дня, увидела в двери своего подъезда запачканный тетрадный листочек в линейку, где было написано большими буквами. Дорогие жильцы дома, вчера в 9 часов утра возле подъезда были утеряны 400 рублей. Вдруг, если кто подобрал, просьба занесите их, пожалуйста, в 10-ю квартиру Галине Григорьевне. Заранее благодарю. На тот момент, как будто бы у меня земля ушла из-под ног, и сердце в бешеном ритме начало колотиться от того, что Галину Григорьевну, ну или бабу Галю, я помню и знаю с самого детства. Супруг Галины Григорьевны скончался, когда дети были еще совсем маленькие, а дети живут в разных городах. Тем не менее, баба Галя, учитывая ее достаточно пожилой возраст, красивая, приятная, несмотря на жизненные трудности, не опускала руки, частенько присматривала за ребятней, также и бывало смотрела и за мной. У нас во дворе все ее очень хорошо знали, любили, уважали и относились к ней с почтением. И тут мне пришла идея, а что если я отнесу ей эти 400 рублей, так как для меня это не такая уж и огромная сумма, а для пожилой женщины-пенсионерки это достаточная сумма, на которую она может что-то необходимое приобрести. С такими мыслями я взяла нужную сумму с портмоне и постучалась в квартиру, где жила баба Галя. Внезапно после стука дверь мелкими, но достаточно громкими шагами к двери подошла бабушка и открыла дверь. Увидев, что это Галина Григорьевна, я тут же протянула ей 400 рублей. Внезапно, к моему удивлению, баба Галина начала разводить руками и говорить. «Ах, Светочка ты моя, Светочка! Что вы все делаете, а? На сегодняшний день по счету ты, пожалуй, десятый, кто приносит мне деньги. Баба Галина, возьмите, я вас очень прошу, ведь вы же потеряли их возле нашего подъезда. Я мимо шла, увидела и подняла. Правда, нашла? Света!» С повышенным тоном баба Гали. «Убери деньги живо! Кому я сказала? Давай пойдем вместе чайку с пирожками попьем». Через некоторое время баба Гали провела меня в чистенькую небольшую кухонную комнату и подала мне чашечку чая с тарелкой с красивой каемочкой, от которых шел просто замечательный запах свежевыпеченных домашних пирожков. Тут баба Галина вспомнила, что дверь не заперла, пользуясь моментом, когда она пошла запирать дверь, все же решила оставить ей деньги. Я незаметно подложила под красивый платок, где были выложены пирожки. Поблагодарив, я уже была обуласть и, выходя из квартиры, Галина Григорьевна крикнула вслед. «Светочка, милочка, сделай доброе дело. Сними объявление с двери подъезда, то не мое объявление». Смотрю, утром в подъезде висит совсем другое объявление, где написано «Милые соседи, огромная благодарность за вашу помощь. Милости прошу ко мне вечерком на пирог с чаем». Баба Галина